Десногорск Сводка криминальной обстановки в городе за неделю Я рисовала, потому что это мое любимое место, там у меня работает папа Выставка-презентация в музыкальной школе Приветствую вас в нашем городе Атомщиков в этом прекрасном спортивном зале Кубок области по жиму штанги лежа А сейчас об этих и других событиях подробнее В рамках проекта «Гражданин страны Русатом» в нашем городе уже четвертый год проводится фестиваль творчества пожилых людей душою, вечно молодые В нем активно принимают участие пенсионеры и ветераны Десногорска О том, как прошел фестиваль в этом году, смотрите в нашем сюжете Открыли фестиваль приглашенные гости Вокальный ансамбль ветеранов Смоленской атомной станции «Гармония» Он приурочен к Международному дню пожилых людей В честь этого праздника заместитель главы города Александр Новиков вручил благодарственное письмо от Департамента Смоленской области по социальному развитию Светлане Анатольевне Гурьевой Я от всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днем пожилого человека И пусть звучит, что День пожилого человека, но человек молод настолько, насколько молода его душа И глядя сегодня на вас, я вижу, что все-таки, наверное, пожилые – это не про вас, вы еще все очень молодые В фестивале участвовали 12 конкурсантов от 55 лет Многие поют на сцене всю жизнь Кто-то только недавно стал заниматься творчеством А кто-то вышел на сцену вообще впервые Но это не помешало выступить достойно каждому артисту Они декламировали стихи, некоторые даже собственного сочинения Пели песни от народного до академического вокала Каждый конкурсант старался поразить зрителя своим мастерством и талантом А они, в свою очередь, отвечали им аплодисментами Все участники в конце вечера получили дипломы, подарки и удостоверения гражданин страны Росатом В нашей стране этот замечательный праздник отмечается уже с 1992 года Настолько душевный человек, вот много же, столько энергии, как у вас И как, по-моему, в одной фильме была песня, да? Нам года не беда, коль душа молодая Оставайтесь еще многие и многие годы молодой душой Когда все у нас хорошо Несмотря на то, что почти все участники фестиваля уже находятся на заслуженном отдыхе Они ведут активный образ жизни и вносят посильный вклад в развитие и процветание города Также в этот вечер всех гостей и участников поздравил и народный коллектив хора «Ивушка» Смоляне отметили 150-летие первой экспедиции Николая Пржевальского научно-практической конференции Форум географов организовал национальный парк «Смоленское поозерье» На это мероприятие прибыли географы и экологи из разных регионов России Они обсудили задачи и выработали новые стратегии оптимизации взаимодействия человека и природы А сейчас криминальные новости В Смоленске должностные лица муниципальной службы по вопросам похоронного дела Незаконно продали места на кладбище, выручив таким образом в общей сложности полтора миллиона рублей В среднем с каждого из потерпевшего требовали около 30 тысяч Кроме того, в одном из случаев для захоронения была предоставлена чужая могила С которой предварительно убрали памятник о надгробии Аферистам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4,5 лет условно О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 125 сообщений о происшествиях Из них два сообщения о преступлении Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 97 административных правонарушений, в том числе 85 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 3 человека 30 сентября в Смоленске в трех районах города прошли сельскохозяйственные ярмарки на которых представили свою продукцию более 200 крестьянских и фермерских хозяйств, а также индивидуальные предприниматели региона. Смолянам была предоставлена возможность приобрести не только свежее мясо, рыбу и молоко с овощами, но и продукцию местных пчеловодов и пекарей. Также на ярмарке продавались саженцы плодовых растений и поделки народных умельцев. К 80-летию образования Смоленской области многие организации провели мероприятия. Администрация музыкальной школы Десногорска решила показать таланты своих воспитанников не только в музыке, но и в художественном творчестве. Подробности далее. Открытие и презентация выставки детских работ «Смоленщина. Родимый край» прошли 29 сентября в холле школы. В ней приняли участие ребята от 6 до 14 лет. Всего было представлено более 40 работ. Но, к сожалению, на суд зрителя были выставлены далеко не все, так как просто не хватило места. Мы решили заняться творчеством, потому что мы знаем, что детки творческие, те, которые занимаются музыкой, как правило, одарены еще много чем другим. И решили посмотреть, что из этого выйдет, как они представляют себе свою родину, этот край. Презентация проходила как небольшой концерт, в котором ученики школы продолжали радовать своим творчеством. Ребята читали стихи, играли на музыкальных инструментах, пели песни. Преподаватели исполнили произведение, написанное Десногорской поэтессой Еленой Дождь и выпускницей школы Юлией Мурзовой. Некоторые маленькие художники представили свои работы. Организаторы тему рисунка никак не ограничивали. Поэтому полет детской фантазии был настолько разнообразным, что можно было потеряться в созданных ими образах. Здесь присутствовали все уголки Смоленщины, природа, деревни, памятники и исторические сооружения. Каждый хотел показать себя не только как музыкант, но и как художник. Я очень люблю рисовать, и я захотела, чтобы все видели, как умею рисовать. Мне захотелось нарисовать, просто порисовать, и чтобы на выставке было. Я рисовала, потому что это мое любимое место. Там у меня работает папа. У меня там площадка любимая была, когда я еще маленькой была, там год-два. Часто туда ходили гулять. Я хотела, чтобы моя семья увидела, как я рисую, не только как играю на фортепиано, но и гордилась моя семья. Чарующие звуки музыки еще долго наполняли стены школы. Ребята с гордостью смотрели на свои рисунки и впитывали любовь к родине. Пусть эта первая выставка станет началом новой, доброй, светлой традиции. Рыбоводческим хозяйством региона в рамках областной программы выделят субсидии на водоемах области. Для продажи из икринок выращивают толстолобика, белого амура, японского карпа кои, а также несколько видов осетровых, начиная от обычной стерляди и заканчивая 80-килограммовыми белугами. Прокормить хозяйство с каждым годом становится все труднее, несмотря на то, что корма используется исключительно российского производства. Поэтому с 2014 года рыбхозяйством оказывается поддержка со стороны администрации региона. В этом году они получат 5 миллионов рублей. И в завершении выпуска новости спорта. Смоленщина в очередной раз приняла биатлонистов со всей России. Спортсмены из 18 регионов страны состязаются за звание лучших в юношеской категории. Победителями первого спортивного дня стали биатлонисты Московской области. Смоляне пока в десятке сильнейших. А Десногорск в субботу стал площадкой для проведения открытого Кубка Смоленской области по жиму штанги лежа. Подробности в нашем следующем репортаже. Турнир в специальной экипировке среди мужчин, женщин и ветеранов возрастных групп проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Мероприятие было организовано при поддержке администрации Десногорска, партии «Единая Россия» и Смоленской атомной станции. Это штатный турнир, который проводится в рамках чемпионата области. На данный момент приехало 28 спортсменов с разных городов Смоленской области. Прибывших спортсменов приветствовали председатель комитета по культуре и спорту администрации Десногорска Светлана Головачева и заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. В каждом виде спорта побеждает не тот, кто сильнейший, сильный. Побеждает тот, кто имеет лучшую техническую подготовку, тот, кто больше морально настроен на победу. Я хочу пожелать вам проявить свои лучшие качества. Если кому-то не удастся, может быть, победить в общем зачете, то, по крайней мере, показать свой лучший результат на помосте. Ну и, конечно, чтобы наши соревнования прошли без травм. Всем удачи! Открыл соревнования и пожелал спортсменам высоких результатов и президент Федерации силового троеборья Смоленской области Александр Воскресенский. Чтобы сегодняшние соревнования запомнились весами не только предельными, но и запредельными. Чтобы каждый из вас сегодня побил свой личный рекорд, ну даже, может быть, некоторый рекорд области. Наш город представили самые лучшие в этом виде спорта. Среди девушек Алина Жданова весовая категория до 43 килограмм заняла первое место с результатом 30 килограмм. В категории до 57 первой стала мастер спорта Ксения Тарапушина, выжившая штангу весом 85 килограмм. В мае мы участвовали во всероссийском мастерском турнире «Белые ночи», где я заняла первое место в своей категории. Данный вид спорта как-то формирует тело. Это и красота тела тоже. Просто решила заниматься для себя. Дальше уже начало получаться. Я подумала, почему бы не попробовать дальше, почему бы не попробовать поучаствовать в соревнованиях. В категории до 72 килограмм первое место заняла мастер спорта Алена Джевала. Ей покорилась штанга 95 килограмм. Оксана Семина заняла первое место в весовой категории до 84 килограмм с результатом 65 килограмм. Также достойно выступили и мужчины. Роман Давыденков весовая категория до 94 килограмм занял второе место с результатом 155 килограмм. Михаил Румянцев до 83 килограмм, ставший первым с результатом 190 килограмм. И мастер спорта Александр Кухаренко категория свыше 120 килограмм, выживший 205 килограмм. Все победители и призеры соревнований были отмечены почетными грамотами, кубками и медалями. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До новых встреч.